Итак, уже известно, что бригады Насгвардии продвинулись на 650 метров в глубину обороны Российской Федерации. И все это происходило на Мелитопольском направлении, сообщил представитель генштаба Николай Уршалович. Географию этих боев он не сообщил, но говорит, что возле Работина удалось захватить российскую БМП-3. На Таврийском направлении оккупанты укрепляют оборону. Замкомандующего группировки Таврия Сергей Кузьмин сообщил, что россияне постоянно стягивают туда резервы, снимая подразделения с других участков фронта. При этом ежесуточно оккупанты теряют на Таврийском направлении около двух-трех род. Также россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Авдеевки и западнее Клещеевки. Они оказались безуспешными. В то же время вооруженные силы Украины продолжают наступать на востоке и к югу от города Бахмут. Здесь, наверное, очень важно, Владислав, подчеркнуть для наших зрителей, что российская пропаганда делает от себя все возможное. Они все время пытаются вбросить информацию о том, что наступление проваливается. Но на самом деле мы знаем уже, это подтвержденная информация, что удалось пройти первую линию обороны. Одному богу известно, как это было тяжело и с какими потерями. Тем не менее, прогрызаем мы все то, что было захвачено россиянами. Скажите нам, как человек, который больше разбирается в военном деле, а что такое пройти вглубь на 650 метров, да вот хотя бы в глубину обороны на Мелитопольском направлении? Алина, справедливости ради, с учетом того, что российские пропагандисты буквально на молекулы разбирают ваши программы, скажем, что полковник Ушалович, он является представителем национальной гвардии Украины. И хотя национальная гвардия является составляющей украинских сил обороны, которые в том числе принимают участие в нашем наступлении на юге нашей страны, будем справедливы и будем максимально корректны в распространении нашей информации. Так вот, представители национальной гвардии говорят абсолютно рациональные вещи, что касаемо действий украинских сил обороны на южном фасе Российско-Украинского фронта, в том числе на юге Запорожской области. Ситуация там крайне сложная. Мы знаем из открытых источников, что на некоторых участках фронта россияне заминировали подходы к своим основным сооружениям, окопам, блендажам, договоренно-магневым точкам минными полями. Причем глубина этих минных полей на некоторых участках составляет до 16 километров. Так вот, каждый метр, освобожденный украинской земли, а перед этим эту землю необходимо разминировать, ведь плотность минирования на отдельных участках составляет до 4 мин на 1 квадратный метр. То, безусловно, каждый метр украинской земли, освобожденный от противника, это достижение. И я бы не стал относиться к каким-то скепсисам, к тем цифрам, которые озвучит представитель национальной гвардии. Но что еще более важно, как только мы сможем пройти ту самую линию минных полей, которые предшествуют основным укрепрайонам противника, далее наши дела пойдут намного быстрее, потому как противник не дурной, противник у себя за спину минные поля не устраивает, хотя бы потому, чтобы на этих минах не подрываться самому. А, соответственно, и темпы украинского контрнаступления после преодоления первой линии оборонительных и защитных рубежей противника, я думаю, значительно усилятся и ускорятся. Поэтому, я думаю, что мы сейчас находимся с вами на пороге достаточно значительных изменений именно на линии боевых столкновений. И, опять же, справедливости ради, как минимум на двух участках фронта украинские силы обороны вплотную приблизились к основным защитным сооружениям противника. Так называемые линии имени генерала Армагеддона Суровикина. А тогда можете ли вы сказать, Владислав, мы понимаем, что есть как будто бы основное точка упора. Это запорожское направление, там, где вооруженные силы Украины прогрызают те самые оборонительные линии. С другой стороны, все военные эксперты утверждают, что не нужно думать, что концентрация будет только на одном направлении. Естественно, мы ищем, к сожалению, слишком большой фронт. Мы ищем разные направления для того, чтобы посыпался российский фронт. Что должно произойти для того, чтобы фронт посыпался? С одной стороны, есть уже пройденная первая линия, пускай там не вся, но, тем не менее, фронт держится. А что такое точка накала или точка невозврата для россиян? Что должны еще пройти вооруженные силы Украины? Очевидно, что противник крайне нервно себя чувствует по одной простой причине. Большая часть стратегических резервов украинских сил обороны еще до сих пор не задействует. И врага это, безусловно, нервирует, потому как он не знает, где именно, когда именно и каким комплектом сил и средств украинская армия перейдет в то самое глобальное наступление с целью буквально смести из леса земли те самые укрепрайоны противника. Ведь, очевидно, вы верно подметили, что украинская армия атакует на разных участках фронта. Достаточно динамичная ситуация на южном фасе Российско-Украинского фронта на, как минимум, трех участках Запорожской области. Есть определенные движения на границе, на стыке между Запорожской и Донецкой областью. Имеет место продвижение украинских сил обороны на участке фронта в районе Бахмута. Достаточно нестабильная ситуация для противника на направлении на Авдеевку. Там время от времени россияне с большим удивлением для себя узнают, что они потеряли несколько сотен метров в направлении, например, на Донецк. Да и ситуация на Купинском направлении сейчас стабилизирована. И не факт, что в дальнейшем у россиян хватит и выучки, и ресурсов для того, чтобы далее давить на наши оборонительные рубежи позиции. А они могут оказаться в позиции войск, которые обороняются. Поэтому я еще раз повторюсь, в чем гений украинского генерального штаба и его офицеров? В том, что мы попеременно имеем возможность, перемещая наши ресурсы, активизировать деятельность украинских сил обороны на разных участках линии боевого столкновения. Я напомню нашим зрителям, 1450 километров это линия активных боевых действий. Безусловно, к этой линии необходимо давать еще тысячу километров госграниц между Беларусью и Украиной. Но там более-менее стабильная ситуация. И она единственная чем отличается от тем, что украинские силы обороны продолжают укреплять в генерно-фортификационном плане наши рубежи и позиции, которые отделяют Украину от соседней с нами Беларуси. Субтитры создавал DimaTorzok